Добрый день, меня зовут Пермякова Элина, я консультант по спортивной психологии и мотивации. Сегодня прямой эфир я проведу совместно с фигуристкой, победителем зональных соревнований, бронзовым призером пятого этапа Кубка России 2019 года, новое яркое имя в фигурном катании, уникальные программы, шикарные платья, грация, эстетика и все это Валерия Шульская. Сегодня мы обсудим, как Валерия, скажем так, попала в фигурное катание, чем она сейчас занимается, у кого тренируется. Недавно она была участницей Кубка этапа России, тоже это обсудим. Так что у кого есть какие-то вопросы, можете готовить, задавать. Сейчас она у нас отправит запрос на эфир, мы ее присоединим и будем обсуждать эти темы. Но вот этот вопрос мы зададим Валерии на тему того, на самом деле некорректно поставлен вопрос, как часто Валерия лечится у психолога. У психолога не лечится. Психолог, особенно если это спортивный психолог, он корректирует настрой спортсмена. Как правило, очень многие родители, знаете, может даже стесняются то, что вроде как вот у меня у ребенка что-то не получается, пойти ли там к психологу, ну вроде как он и так у меня адекватный, зачем нам консультация психолога. Если мы говорим о детях-спортсменах, то мы, как правило, прорабатываем страхи какие-то, это нормальное состояние, потому что у каждого человека есть свои какие-то страхи, недопонимания. Так, почему у нас Валерия, интересно, не присоединяется. Недопонимание себя там в момент прыжка, нет какой-то, возможно, мотивации, которую надо подкорректировать. Особенно про федерацию узнаем у Валерии. Так, я почему-то не вижу запроса. Вот, и поэтому обратиться к психологу, особенно по спортивной мотивации, это очень хорошо. Ребенок развивается как личность, начинает слышать свои где-то страхи, где-то недопонимания, корректируется вот этот вот настрой на соревнования и многое другое. То есть не надо воспринимать, что если ты обратился к психологу, то все уже, что-то произошло такое нереальное. Это на самом деле не так. Так, запрос мы получили. Здравствуйте. О, здравствуйте. Наконец-то у нас состоялась. Ну, да. Данная. Валерия, большое спасибо, что нашли время пообщаться сегодня с нами. Очень много вопросов уже возникло. В какой федерации вы числитесь и за кого выступаете? Ура, вы с нами. Давайте тогда начнем с этого вопроса. Ну, я выступаю за Оренбургскую область и числюсь за Оренбург, но тренируюсь я в Академии Плющенко, с Евгением Викторовичем. Так что, ну, тренируюсь в Москве, а выступаю за Оренбург. Ну, для тех, кто, может быть, не совсем полностью с вами знаком или там какие-то вопросы... Да, Валерия у нас красавица. Я уже говорила, когда вас представляла, что у вас уникальные программы, шикарные платья, пластика, грация, все совместилось, конечно, с этой фигуристкой. Спортсменки. Ну, давайте тогда начнем все равно с самого начала. Стандартно, кто вас привел в спорт? Как был выбран этот спорт? И во сколько лет? Ну, по сегодняшним меркам я пришла в спорт достаточно поздно, в пять лет. Меня привела мама на фигурное катание. Как бы не было изначально планов, что моя дочь будет фигуристка, просто отвели на массовое катание покататься. Мне очень понравилось. И раньше я была очень активна в ребенка, поэтому я ходила, в принципе, и на фигурное катание, и на танцы, и на гимнастику. Но до семи лет, когда я пошла в школу, надо было выбрать и определиться с видом спорта, и я выбрала фигурное катание. Понятно. А вот, кстати, раз у нас зашел сразу разговор о школе, на сегодняшний день в какой школе вы учитесь, и как получается совмещать спорт и фигурное катание? Ну, получается, весной я закончила девять классов, получается, и поступила в училище Олимпийского резерва в своем городе, в Оренбурге. Сейчас я учусь там, совмещаю и спорт, и учебу. Это достаточно тяжело, но в перерывах между тренировками брать учебники, тетрадки, делать задания вполне возможно. А учились в общеобразовательной школе, да, вот девять лет? Девять классов училась, да, в общеобразовательной школе обычной, и закончила хорошо. А сейчас вот в Олимпийского резерва, вот этой школе, там более лояльно относятся, да, к каким-то пропускам? Нет, но так как там учится большинство спортсменов, там более принято обучение, гораздо проще не пропускать уроки, просто включаешь видеоурок, смотришь, сдаешь задания, чем в школе, потому что иногда бывает, что некоторые учителя не знают, что ты занимаешься спортом, или, мягко говоря, им все равно, и неважно, что ты находишься в другом городе, ты должен прийти на их урок прямо сейчас. И ответить именно в эту секунду, и быть всегда готовым. Ну, давайте, Валерия, вспомним, вот когда вы пришли в спорт, не было каких-то, вот мы пришли к выводу, да, таких прям больших амбиций, в какой момент пришло понимание, что спорт это серьезно, что им надо заниматься каждый день, много, это же огромное количество сил и времени? Ну, в 7 лет, как я выбрала, в 7 лет я выбрала фигурное катание, и мы уже начали относиться к нему более серьезно, и уже в 9 лет, когда я выиграла свои первые соревнования в Перми, первый раз заняла призовое первое место, выиграла соревнования, мы поняли, что нужно двигаться дальше, и покатавшись еще немного, позже мы, естественно, переехали в Москву. Сейчас я тренируюсь здесь и стараюсь дальше усовершенствоваться. А во сколько лет переезд был в Москву? В 14, в 13-14 лет. А сейчас, если не секрет, то сколько вам? 16. 16, а, то есть 2 года назад. Да. Чье это было решение? Это было достаточно серьезное решение, мы его обсуждали, естественно, с родителями, обсуждали с тренером из моего города, из Оренбурга, потому что приезжать всей семьей в другой город, когда также у меня есть младший брат, достаточно очень тяжело, и у кого тренироваться, где жить, как быть, учитывая то, что большинство родственников, естественно, остается там. Позже, когда все вопросы решились, мы взяли вещи, приехали и идти живем. То есть вся семья дружно, собрав чемоданы, поехала покорять Москву за Валерией, да? Да. Ага, насколько комфортно вам живется в Москве? Мне очень нравится тут, гораздо больше людей, тут больше, ну, просто сам город очень большой, конечно, есть очень много, естественно, красивых мест, мест, где можно погулять, отдохнуть, встретиться с друзьями. Ну, конечно, это немного затрудняет также, например, масштабы, потому что если раньше можно было доехать за тренировку за 15 минут, то сейчас, конечно, это пара часиков. Пара часиков, понятно. Вы когда переехали в Москву, в какую школу фигурного катания вы пошли? В ЦСКА. В ЦСКА, то есть там? Я поехала в ЦСКА на просмотр Сергея Дмитриевича Давыдову. Меня приняли, и прошлый сезон я каталась там. А почему было принято решение о переходе в Анжелу Плющенко? Ну, так сложились обстоятельства, я поняла, что нужно что-то поменять. Мы также собрались, естественно, дома с семьей, обсудили это с мамой, с папой, с моим тренером, и решили, что надо приходить пробоваться в Академию Плющенко. Ну, перешла этим летом, и довольна. То есть тренер, у которого вы были, в общем-то, тоже был не против перехода? Вы имеете в виду Оренбургского? Уже из ЦСКА в Анжелу Плющенко. Ну, нет, никто не был против, я ушла спокойно, без всякого. А вот расскажите про атмосферу вот этой вот школы Анжели Плющенко. Очень много, знаете, ходит разных таких историй, что там постоянно какой-то праздник жизни, что там постоянно фотограф, видеосъёмки. Нет, слухов всегда очень много про многие школы, если честно, но в Ангелах Плющенко действительно достаточно очень дружная атмосфера, мне нравится. Ну, да, приходят фотографы, приходят съёмки, но также, если честно, было, в принципе, и в ЦСКА иногда. Так что, ну, в принципе, везде, в основном, одинаково почти. Но там очень хорошо, весело, так что мне нравится пока. Вот есть вопрос, были ли родители ранее спортсменами? Потому что вот мы по разговору поняли, что родители очень дружно воспринимают вообще спорт и принимают решения совместно с вами, и более того, такой серьёзный шаг семьи, переехать в другой город. Они раньше тоже были в спорте? Насколько я знаю, папа мой не занимался видом спорта никаким, а моя мама давно-давно занималась немного фигурным катанием, но совсем немного, и не было такого прям желания, что раз я занималась, надо отправить своих детей в фигурное катание. Вот вопрос опять же поступил. Ванжела Плющенко, как я понимаю, это вопрос. С кем конкретно? Потому что очень большой коллектив Ванжела Плющенко. Кто-то там закреплён за каждым спортсменом? Наверное, давайте переформулируем немножко этот вопрос. Как вот вообще происходят там тренировки? Происходят тренировки по группам, и нет такого прям, что этот спортсмен, у этого спортсмена этот тренер, или у этого тренера этот спортсмен. Все занимаются со всеми, и там нет определённой привязки, просто каждый работает с кем может. Кто-то занимается больше техникой, кто-то занимается больше программами, кто-то больше скольжением, поэтому особой привязки и разделения нет. Ну вот вы, когда приходите на тренировку, то есть достаточно большое количество тренерского состава находится в этот момент на льду? Ну да. К нам приходят Евгений Викторович, Сергей Александрович, также Елена Ильиных приходит к нам на тренировки, и всегда там либо ставят программы, либо мы упорно скользим, прыгаем, со всеми, всем занимается, всё хорошо. А кто, вот, когда вы приходите на лёд, да, вы знаете, кто из участников, именно спортсменов, будет в этот момент на тренировке? То есть есть какой-то чёткий график по группе? Ну да, в принципе график есть, он был составлен по удобству и спортсмена, и тренера, который может прийти. Ну, есть небольшое распределение по группам. А вот сейчас мы знаем, что в Анжелу Плющенко пришли такие девочки, там, как Косторная, Трусова. С ними вы пересекаетесь на льду или нет? Ну, я катаюсь вместе с Аленой Косторной, а с Сашей и Трусовой я не пересекаюсь на льду. А вот насколько мотивирует или демотивирует наличие на Коске в одно время, ну, скажем так, топового фигуриста, не будем, как говорится, скрывать этого? Да, конечно. На самом деле это невероятно интересно, ну, на самом деле очень повезло, потому что много что можно взять, можно чему научиться у таких спортсменов, как и Саша Трусова и Алену Косторная, потому что даже просто смотря на них, на тренировки, на скольжение, на прыжки, и на умение работать, хочется самому увершенствоваться и, конечно же, быть как минимум на таком же уровне вместе с ними. Тут вот опять же вопрос, насколько Валерия выросла с прошлого чемпионата России? Это имеется в виду рост? Не на сколько я, последние пару лет не росну, если честно. Ну, как я уже говорила, Валерия, конечно, поражает своей грацией, вот прям такой хрупкостью, да. Очень много вопросов идёт. Соблюдаете ли вы диету? Как вообще получается такую форму держать? В общем-то, в такой не совсем простой возраст, именно в плане веса, диеты и так далее. Ну, на самом деле, конечно, большую роль играет спорт, потому что всё равно, когда ты тренируешься, идёт нагрузка на организм, и тело обычно не очень растёт. Но лично я не придерживаюсь никаких диет, ничего такого, просто так получилось, что, в принципе, моя мама ненамного меня выше, и поэтому мне особо не в кого быть большой. И поэтому у меня, надеюсь, прошёл, конечно, самый сложный период, потому что я очень выросла и набрала в свои 13-14 лет, был самый тяжёлый период, но надо уметь справляться, и, в принципе, потом всё идёт гораздо проще. А сколько вы сейчас ростом, если не секрет? 158. Вот всё равно, наверное, скажем так, какой-то есть секрет диеты, потому что очень много было вопросов. Ну, пусть не диеты, но можно вкратце описать, что вы кушаете на завтрак, на обед, на ужин, там, возможно, какие-то перекусы, без особых подробностей, вот какой-нибудь стандартный день. Ну, завтракаю я достаточно обычно, но плотненько, так скажем, либо кашу, кофе, обычно что-нибудь такое, чтобы хватало, естественно, сил на тренировку. И также днём, вечером, конечно, овощи, фрукты и мясное что-нибудь. Я не держу себя, например, у меня нет такого ограничения, что есть меньше сладкого, меньше мучного, но, конечно же, не есть же каждый день печенье, чипсы, шоколадки полностью, поэтому если есть ограничения, максимум, но то, что не так уж много есть и не так, что проснуться в 10 часов ночи и пойти к холодильнику и съесть кусочек торта. Очень часто у фигуристов возникает вопрос, что же такого скушать после шести, ну, там, или, перед сном, да, чтобы не быть голодным и не поправиться. Вот что у вас, как правило, на ужин? На ужин? Ну, всегда по-разному зависит от расписания, потому что иногда в 6 часов я ещё нахожусь на льду, и поэтому обычно либо это какой-то салат, либо, опять же, что-то из, может быть, морепродукта, и может быть, курица, говядина, яйца, мясного что-то. Ну, и чай могу попить после всего этого. Так, в принципе. А, Валерия, а сколько часов в день у вас в тренировке? Ну, каждый день у нас около 3 часов льда. Также можно пойти попроситься на дополнительный лёд, если хочешь ещё попрыгать, повращаться или что-то улучшить. Каждый день у нас немного разное расписание, у нас либо хореография, либо танцы, бывает ФП, естественно. И каждый день у нас также ко льду 2 часа зала, как минимум на разминку только. Ну, и вот, получается, зависит от какой день недели, либо танцы, хореография. А вот эта вот разминка вдоль льда, она проводится самостоятельно или тоже тренер какой-то осуществит? Нет, всегда приходит тренер, проверяет нас, контролирует и работает вместе с нами. Иногда сегодняшняя разминка может отличаться от вчерашней. Сегодня мы больше прыгаем, вчера мы делали, например, больше подкачку, завтра мы будем больше бегать, но обычно она не сильно отличается друг от друга. Но иногда приходит сегодня тренер, говорит, что мы сегодня побольше побыгаем на скакалке давайте сейчас. Вот был вопрос, кто оплачивает тренировки, не знаю, насколько это корректный вопрос, и насколько вы его готовы обсуждать или нет. Ну, если честно, я в свои 16 лет еще не работаю, поэтому, в принципе, финансовые вопросы я не лезу. Вот когда вы были на Ростелекоме, в зоне Кисленд Край с вами кто-то сидел. Очень много вопросов задают, кто это. На этом этапе? Это Елена Ивановна, мой тренер из Оренбурга. Приезжает, в принципе, на все соревнования, меня поддержать и проконтролировать также. То есть вы на сегодняшний день числитесь в Оренбургской области, правильно? Выступаете в Оренбург, представляете? Ага. Да. Но тренер живет и тренирует там. И вы только на этапах иногда пересекаетесь. Ну, хотела поговорить про соревнования, раз уж тема у нас зашла. Вот буря, наверное, эмоций, впечатлений еще у вас внутри, потому что соревнования закончились только вчера. Вы уже дома, да? Да, мы сегодня буквально приехали. Вместе с мамой. Вот и хотела спросить, кто вас сопровождает из родителей и сопровождает ли? То есть вы с мамой, да? Ну да, я обычно езжу всегда с мамой. Мой папа остается здесь с младшим братом чаще всего. И, ну, я и мама ездим туда-обратно всегда вместе. Вот расскажите про ваши ощущения, впечатления, когда вы приехали в Казань этот раз. У нас так было в Казани. Насколько теплая публика, сколько было людей, как это все ощущается, поддержка? Ну, на самом деле, я была в Казани далеко не в первый раз. И, ну, все равно город мне очень запоминается каждый раз, потому что он сам по себе очень красивый. Но эти соревнования тоже очень запомнились, потому что было интересно очень, будут ли зрители вообще или нет, потому что, конечно, без публики абсолютно тяжело, когда пустые трибуны и перед тобой сидят буквально не так уж много людей, которые тебя судят, и очень тяжело сосредоточиться. Поэтому, когда объявили, что билеты в Казани будут, что зрители будут, это, конечно, была очень счастливая новость, потому что в Сочи на третьем этапе их не было. И когда, я думаю, если честно, будет их гораздо-гораздо меньше, но когда мы вышли на лед, и было заполнено почти все трибуны, и ты катаешься, ты видишь людей, для которых ты катаешься, ты видишь, что они тебя поддерживают, что они смотрят на тебя, и это, конечно, очень сильно помогает на льду. Да, этот раз действительно была прям такая, мне кажется, очень теплая публика, которая активно поддерживала фигуристов, особенно девочек. Непонятно, немножко мне было, конечно, когда трибуны опустили, когда выступали мужчины, но, как говорится, выбор. Выбор был. Да. Что, какие ощущения были после проката в короткой программе? Ну, после короткой программы, когда я вышла уже, у меня особо не было каких-то определенных ощущений, потому что, ну, вроде бы я откатала, но, во-первых, есть, конечно, над чем работать, очень много над чем работать, и усложнять все. Но также не нужно расслабляться, потому что нужно сосредотачиваться еще на завтрашний старт, потому что завтра будет программа, которая гораздо тяжелее. И поэтому, в принципе, ни о чем не думаешь, кроме того, что нужно сосредотачиваться и поддерживать боевой настрой на следующий день. Вот тут интересный комментарий был, что в прошлом году Валерия говорила, видимо, читали ваш комментарий какой-то или интервью, что вы смотрели на больших звезд, теперь вы сами катаетесь на одном льду. Изменилось ли мнение по отношению, видимо, к этим звездам? И ощущаете ли вы себя на сегодняшний день топом фигурного катания? Если честно, топом я себя точно не ощущаю в фигурном катании сейчас, но я не совсем поняла вопрос. В мнении о людях в топе изменилось ли, учитывая то, что я их теперь знаю? Да, но насколько вы, как бы, может быть, ближе стали к этим людям? Насколько они вам... Нет, когда я начала общаться с Аленой, с Сашей, я уже, в принципе, со многими фигуристами, такими, как и Лиза, Соня Самодурова и также Аня Щербакова уже общалась на Читате России. И, нет, конечно, это же здорово, это прекрасные люди, абсолютно такие же адекватные, как и простые, потому что, не знаю, много, конечно, что могут и написать и хорошего, и плохого, но они такие же, как мы, они спокойно общаются, у них нет ни такого, что, не знаю, высокомерия или такого, какая-то неприязнь или враждебности, то, что ты тоже спортсмены, с ними соревнуешься, вот абсолютно в раздевалке все спокойно общаются, смеются, шутят, ну, на старт настраиваются, и если и враги, то только прям, ну, на льду. Наступил следующий день, произвольная программа, с каким настроем вы вышли, как, опять же, встречали трибуны, расскажите про эмоции, про впечатления. Если честно, я думала, что, опять же, на трибуну будет меньше людей, потому что понедельник, день рабочий, но, видимо, многие пересмотрели свои планы и решили пойти на наше выступление, это безумно приятно, конечно же. Получается, произвольная программа также выходила с боевым настроем, то, что надо просто отказать, сделать свою работу, показать, чему ты научилась, ну, и все, в принципе. А кто помогает, вот, настроиться на этот боевой настрой? Ну, конечно, это зависит, ну, от самого себя, прежде всего, как ты себя будешь настраивать на старт и на программу. Конечно же, еще за этим смотрят родители, если они с тобой ездят, и первым делом, конечно, тренера, которые уже на разминке видят на тренировке и на разминке шестиминутки, и даже хоть с утра в каком-то настрое, готов ли ты работать сегодня. И если видно, что спортсмен немного подустал или встревожен как-то, они помогают настроиться ему правильно, чтобы он смог сосредоточиться и сделать все, что он работает. А какие последние вот слова в тот момент, когда вы друг друга держите за руки и вот-вот уже надо выходить всегда, это так интересно. Вот, мне кажется, все с замиранием сидят и прям слушают, что же там сказали спортсмену. Ну, мне кажется, может, конечно, всем говорят что-то разное, но, в принципе, говорят с одной мыслью положительно настраивают себя на старт, то, что просто надо быть спокойным, сделать свою работу, ошибки все исправим, просто сейчас выйди на лед и сделай то, что ты умеешь. Спокойно. Когда уже программа закончилась, вы сидите, ждете оценки, насколько хорошо виден вот этот вот экран, это вот новое введение, на котором эти все идут повторы, и идет ли вот параллельно прям анализ только что исполненного? да, конечно, конечно, когда все тренируют, он изначально видит все нюансы еще на прокате, а когда это показывают на большом экране и иногда в замедленной съемке, мы, конечно же, сразу сидим и разбираем ошибки, что нужно доработать, где был недочет и стараемся, что в будущем это, конечно, не произошло больше. Так, предлагаю тут вот еще ответить на вопросы. Все знают, что Анжела Плющенко готовила новый каток, это в Инстаграм много об этом рассказывают, и вот как раз задают вопрос, кто переедет на новый каток, все ли, или кто-то останется вот на одном, кто-то на другом, или это вообще будет новая какая-то школа, новая группа? Если честно, прям серьезных подробностей я не знаю, но я знаю одно, что большинство спортсменов точно будут тренироваться перед нами, потому что это будет теперь каток Евгения Викторовича, и я не думаю, что будет какое-то серьезное распределение, что наша школа разделится на две части, что кто-то будет на новом катке, а кто-то останется на старом, я думаю, что мы все переедем на новый каток и будем также тренироваться просто немного в другом месте. Тут вот вопрос, опять же, всех беспокоят, как же попасть, видимо, в Анжела Плющенко, и как это все дело оплатить? Вопрос, федерация оплачивает или личная оплата? Хотите, отвечайте, хотите, нет, но, видимо. как попасть к Ангелам Плющенкам, это, я думаю, знают все, просто звонить, прийти на просмотр и показать себя, в принципе, как во всех школах, насчет финансов, я затрудняюсь ответить, потому что не я отвечаю за это. Про диету все-таки тоже многие спрашивают, есть ли какая-то вкусняшка, например, приводит Диану Аверину, которая, видимо, когда-то рассказала, что любит мороженое? Ну, я себя в сладком, если честно, не ограничиваю, и на самом деле я сладкоежка, так что, в принципе, после тренировки или на завтраке, на обеде, я, естественно, ем шоколад обычно какой-нибудь, то есть, с этим проблем нет, диеты у меня тут уже нет. Вот хороший вопрос, кем дружит Ивангела Плющенко? Я бы еще его немножко расширила. Вообще, есть ли дружба, именно вот дружба в фигурном катании, или это просто такое, ну, мирное общение? Ну, если честно, мне кажется, прям в спорте именно настоящей дружбы нет. На льду мы, в принципе, все соперничаем, ну, естественно, здоровая конкуренция, просто никто никого не убивает, но я, например, общаюсь вот чаще всего это с Вероникой Желиной, с Аленой Косторной, потому что мы с ним занимаемся в одно время. Ну, также пересекаясь иногда вот это Саша Трусовая, Соня Титовая, Софья Муравьевой, также Никита, Кирилл Сарновский, очень много спортсменов, которые, естественно, очень хорошо тренируются, которых многие знают, и все спокойно друг с другом общаются, нет никакой ни войны, ничего. Вот такой еще вопрос. Вы, когда были соревнования, вы раздевались все в одной раздевалке или как-то разделение по каким-то группам или там сколько-то человек? На соревнованиях? Нет, на соревнованиях, по крайней мере, на этих было просто распределение мужская и женская раздевалки, естественно. Вот наблюдаю такую ситуацию, к чему вопрос, что когда дети приезжают на соревнования, иногда мамы берут коньки и ребенок разминается на кроссовках, а там мама или ребенок со своими конечками уходит в разминочную зону, потому что существует некое недоверие к сопернику. Есть ли у вас такие моменты или вы спокойно разделились, вещи оставили, пошли разминаться в тренировочный зон? Можете повторить меня просто немного? конец рассказывала ситуацию, когда дети приезжают на соревнования, на кроссовочки, идут в тренировочный зал и коньки берут либо с тобой, либо мамы забирают эти коньки, потому что есть некое недоверие к участникам, к соперникам. существует ли у вас такой момент или вы все вещи оставили и пошли разминаться в тренировочный зал? Конкретно на соревнованиях? Да. Ну, я обычно, иногда я беру с собой коньки, но иногда я просто оставляю их в запертом чемодане, потому что даже нет, ну, лично у меня нет такой проблемы прям как с доверием, что останется просто как знать, что они в безопасности, потому что я знаю по некоторым спортсменам, что бывают разные случаи, когда просто бывает не даже сам какой-то спортсмен как просто наподобие фаната может зайти в раздевалку и потом с коньками может что-то произойти. Поэтому то, что многие таскают с собой коньки, я бы даже сказала, что, наверное, все, это абсолютно нормально, я считаю. Просто быть уверенным в том, что твое главное оружие, на котором ты катаешься, естественно, было в безопасности. Вот вопрос про подготовки к стартам именно в день соревнований. Есть ли какой-то может быть ритуал или какие-то действия, которые позволяют себе вот этот вот улучшить настрой на качественное выступление? Ну, обычно на соревнованиях после того, как уже, например, прошла тренировка и ты дожидаешься просто старта, конечно, смотря еще во сколько, если он совсем поздно, то у меня нет определенной традиции, что я должна погулять обязательно. Заслуживай правый ботинок вначале, а потом левый. Сначала правый ботинок, потом левый, чтобы встать с левой ноги сегодня обязательно. У меня абсолютно нет никаких традиций, просто в свободное время я либо стараюсь отдохнуть перед стартом, особенно если он поздний, подремать, возможно, немного. Часто очень беру с собой либо порисовать, либо почитать книгу какую-нибудь, поэтому занимаюсь обычно этим. Я думаю, что это как раз ответ, какие методы расслабления, восстановления вы используете, то есть рисование, почитать, может какая-то еще есть, там, дыхательная практика, еще что-то? Ну, обычно я отдыхаю вот то, что, например, если не соревнования, а обычный отдых посреди недели, когда выходной, я по своему самочувствию смотрю, если у меня есть еще силы, я, конечно, прогуляюсь, потому что есть много, конечно, мест в Москве, где еще не было, и можно погулять, посмотреть, сходить куда-нибудь, но иногда если дома остаюсь, то я рисую, читаю книгу, часто бывая с семьей, мы смотрим какой-нибудь фильм или готовим вместе. Есть ли полностью выходной день на неделе? Да, конечно, в воскресенье. То есть там нет ни ОФП, ни хореографии, ни растяжек? Нет, в воскресенье у нас полностью свободный день на то, чтобы восстановиться. Вот вопрос, какая любимая часть дня? Опять же, тут же перечисляются танцы, ОФП, программы. Думаю, тут не совсем часть дня интересует, а именно тренировочный процесс. Что больше нравится? Ну, мне, конечно, нравится все, но, наверное, больше всего, конечно же, сам лед основной. И мне очень нравится заниматься классикой хореографии у станка и танцевать. Более такие разнообразные, где ты можешь улучшить себя, где, например, мне надо больше, конечно, работать. Есть ли какой-то кумир в фигурном катании? Если честно, конкретного кумира нет, я стараюсь от каждого взять самое лучшее. хорошо. А может, допустим, что от чего хотелось бы на сегодняшний день, что от кого хотелось бы на сегодняшний день взять себе? Ну, например, что у нас сейчас является, конечно, основой в фигурном катании, это прыжки и крутку, конечно, бы хотел взять наверняка у Саши Трусовой. Когда я также, например, разминаюсь или просто смотрю ее тренировки, смотришь и стараешься проанализировать, как и что надо мне доработать, чтобы делать такие же высокие пролетные многооборотные прыжки. Когда я катаюсь вместе с Аленой экстерном, конечно, у нее потрясающее катание, дорожки, и тоже на это смотришь и восхищаешься. Также, например, есть артистизм, который можно посмотреть у Ани Щербакову, у Станислава Константиновна, которая там тоже тренируется, можно ее видеть вживую, поэтому основы примера, конечно, вот. Действительно, фигурное катание на сегодняшний день настолько разнообразно, иногда сидишь, смотришь и думаешь, как же сложно в судейской бригаде выбрать лучшую, потому что все девушки настолько прекрасны. Вот я посмотрела, ваше выступление тоже поражает и грация, и красота, и сами программы, и платья, о которых мы, кстати, тоже сейчас поговорим, и высокий уровень исполнения, вращения посмотрела, во все четвертого уровня, дорожка шагов третьего уровня, то есть, конечно, очень радует, что наши девушки вот настолько высоко и качественно исполняют элементы. Вот раз уж мы заговорили про программы, расскажите, кто выбирает образ, подбирает музыку, как вообще происходит подбор новой программы на сезон? Ну, конечно же, первое мнение спрашивают у самого спортсмена, особенно если он уже взрослый, то в большинстве случаев он знает, под что он будет катать, например, то, что ему больше идет, например, французское, что это французское, а быстрое танк, например, ему не очень нравится. поэтому первым делом спросили меня и потом мы, естественно, решили, советовались я с Евгением Викторовичем, Сергеем Александровичем мне ставили программу, также мне ставила Елена программу и короткую и произвольную, и с ними мы советовались, выходили на лед, поставили программу, поставили руки и позже стали накатывать все, конечно же, с прыжками. И сам образ, музыку, конечно, все это делается с тренерами. А изначально вот сам вариант музыки, это подбирает хореограф или спортсмен? Вы имеете в виду, которую хочет он изначально? Да, вот, то есть вы определили, что, допустим, будем выбирать что-то из танго. Дальше как происходит? Спортсмен начинает слушать танго и предлагать или хореограф говорит, вот мне нравится вот три вида, выбери из них. Не, на самом деле спортсмен обычно приносит варианты, которые подготовил он, тренер приносит варианты, которые подготовил он, и они вместе сидят, прослушивают и думают, какую же музыку все-таки выбрать. Или можно взять, могут также сказать, что давай вот из твоей музыки, которую ты предложил, возьмем вот сейчас начало для программы, а вот, например, дорожку или вторую часть, вот поставим вот это. Мы все это делаем, естественно, а потом прослушиваем и выбираем все-таки, ну, как оставить, какой вариант получше, поэтому это все советуется. Музыку приносят и тренеры, спортсмены и советуются вместе. Расскажите, пожалуйста, вот короткая программа, она о чем? Ну, вообще, изначально она, конечно, поется о том, что девушка потерял своего отца, она не знает, где он и ищет, ищет, скорее всего, я, у меня такой же образ, что я просто изображаю девушку, которая потеряла своего отца и пытается его найти. А произвольная? Произвольная программа, получается, просто танго, стараться выкатать максимально, сколько это возможно. Ну, конечно, одни из, я бы даже сказала, шикарнейших вариантов платья у вас, что на короткую программу, что на произвольную. Как вот удалось так подчеркнуть все эти программы и где вы шили платья? Я шила платья в ателье Аксель, где изначально мы, конечно же, пришли, сняли мерки, прослушали музыку, обсудили образ, сделали эскизы и все постепенно начали делать. Я им, конечно, очень благодарна за такие платья, потому что большинство сделали, всю работу, естественно, они сделали. Мне также безумно нравится платье и я очень рада, что многим оно тоже очень понравилось. Образы действительно очень яркие, очень красивые. очень необычно сделана в короткой программе вот эта вот волна, как это правильно сказать, на спине. Все прям шикарно. Насколько еще комфортно платье? Вот все-таки что более важно, красота или комфорт? Я считаю, что это нужно уметь совмещать, конечно, потому что спортсмены, наверное, комфортнее все-таки кататься в спортивной одежде, а на выступление нужно выходить, конечно же, красиво. И иногда это очень сложно совместить, потому что у всех разные требования. Кто-то любит кататься более открытым, кто-то любит кататься более закрытым, кто-то не любит, когда один бок тяжелее другого. И также там много нюансов рукава, спина, юбка, длина. Это все очень сложно, это надо полностью обсуждать со спортсменом, несколько раз мерить все, чтобы знать наверняка. И после того, как шили платье окончательно, на этом все не заканчивается, потому что это нужно покататься в платье на льду, попрыгать прыжки, повращать вращение, проскользить и потом дать свой ответ. У меня все прошло достаточно гладко, и мне кажется, удалось уместить и удобство, и красоту. был еще вопрос на тему того, помогло ли вам помогло ли вы в гимнастике раньше занимались и танцах, помогает ли сейчас например, растяжка и вращения, которые требуют растяжку? Ну, я не то, что прям совсем профессионально занималась гимнастикой, скорее просто совмещала ее в одно время вместе с фигурой катания и танцами, потому что я очень любила двигаться много, но я думаю, что все-таки мне это чем-то помогло, потому что тогда, естественно, когда маленькие, гораздо проще исправлять и давать азы в каких-то либо направлениях, поэтому я думаю, что гимнастика мне все равно немного помогла, и я знаю, умею, знаю, когда мне нужно растягиваться, как мне нужно растягиваться для того, чтобы сделать тот или иной элемент. Вот мы с вами в самом начале говорили о том, что в подростковом возрасте существуют свои сложности, и вы их преодолели, и на сегодняшний день вам намного проще. Что было самое сложное в подростковом возрасте, и какой вы можете дать совет спортсменам, которые как раз входят в этот период возрастной? На самом деле это очень сложный период, он у всех проходит по-разному, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то далеко не один раз, и первым делом, конечно же, это человек сам растет, человек набирает вес, неважно, мышечный или какой-либо другой, просто ты начинаешь терять ощущение своего собственного тела, и то, что ты делал вчера, таким способом, а на следующий день ты прикладываешь, казалось бы, такие же усилия, и у тебя получается абсолютно ничего, ты просто катаешься и теряешься, не можешь себя словить, и на самом деле, если ты любишь свое дело, то этот момент нужно просто перетерпеть, это достаточно тяжело, надо просто уметь собраться, постараться словить себя, и все равно в какой-то момент это пройдет, и будет гораздо проще, просто нужно собрать всю силу, и если ты любишь, то доказать это. Вопрос. Пробовали прыжки делать, с чем? С руками наверх. А, это так называется? Да. Ну, лично я пробовала, мне кажется, у меня достаточно неплохо получается, просто не хотела вставлять на стреланиях, чтобы еще напрыгать и добавить стабильность, потому что это все-таки иногда сложнее. А вот правда ли, что для кого-то наоборот прыжок с руками наверх для исполнения проще, чем в стандартной группировке? Да, на самом деле я знаю очень многих таких людей, но лично для меня гораздо проще делать с руками наверх, это зубцовые прыжки, такие прыжки, как аксель, рейпер, гиросальков, но лично для меня это гораздо тяжелее, поэтому все зависит опять же от человека, кому-то удобно все прыжки делать с руками, кому-то это мешается и он не может это словить. Вот как раз вспомнила, что мы пропустили вопрос, какой самый любимый прыжок у вас? Ну, мне нравятся зубцовые прыжки, которые ходят тулуп, клипы Луц, и, наверное, Луц один из моих любимых. Это с детства, да, так повелось, и вот на сегодняшний день так и остается. Ну, да. Про друзей мы говорили, наверное, друзья и подружки, они из школы, из двора, еще как-то с кем общаетесь на сегодняшний день? Ну, иногда, конечно, когда получается все-таки выбраться, куда ты. У меня есть четыре замечательные подруги, которые мне помогали всегда в школе, абсолютно, которые меня поддерживают всегда. Не знаю, смотрят они сейчас, Маша, Лиза, Маша и Катя. Привет, и спасибо вам большое, потому что на самом деле, если бы не они, это гораздо очень тяжело, если ты зациклен только на спорте, и тебе в принципе дается даже хотя бы, если выходной, ты не знаешь, чем себя занять, потому что тебе просто не с кем общаться, не с кем переговорить пару слов, поделиться переживаниями какими-то, и просто сходить с кем-то погулять, поэтому. Очень хорошо, что есть такие люди, они не в спорте, эти девочки, да? Нет. А как они говорят, что Валерия, ты наша звезда, мы смотрим тебя по телевизору? Ну, иногда смотрели, иногда, конечно, я просто большинство людям не говорю, когда я выступаю, и бывает такое, что просто я выступила на соревнованиях, они мне пишут, типа, мы видели тебя по телевизору, такая молодец, такая умничка, поэтому я очень рада, что они умудрят следить за мной. Вот, кстати, про просмотры соревнования, смотрит ли мама вот прям ваше исполнение, или она уже как-то в записи, или как это происходит? Ну, насколько я знаю, моя мама смотрит мои выступления, и так как она едет со мной, она смотрит их вживую, я не имею ничего против этого, потому что, ну, я знаю многих спортсменов, которые не очень хотят, чтобы их смотрели либо в прямом эфире, либо вживую, или даже не спортсменов, а своих родителей, которые очень переживают, и говорят, что давай сначала ты все откатаешь, потом я продышусь и посмотрю твое выступление. Так что, нет, моя мама смотрит прямо соревнования, я иногда еду на шестиминутке или стою на программе, вижу на трибуну, мне на самом деле это очень приятно. Есть еще вопрос про планы прыжковых ультра-си, какой прыжок хотели бы освоить в первую очередь? Пока я особо сильно не зацикливалась на ультра-си, потому что мне нужно было собрать все к соревнованиям, а совмещать то и то, это, конечно, очень сложно, но в ближайшее время постараюсь попробовать прыжки, и, естественно, к ней мне будет проще, удобнее собрать те постараюсь. Конечно, хотелось бы выучить, наверное, первым делом аксель или тулуп, с альхов, что-нибудь, а потом пойти на более серьезные, например, прыжки. Ну, у нас время эфира немножко уже близится к концу, хотела бы задать такой вопрос, есть ли какой-то секрет или совет от вас для детей, которые сейчас в спорте, именно в фигурном катании? Ну, фигурное катание это, конечно, безумно тяжелый вид спорта, и мне хотелось бы начинающим фигуристам пожелать, конечно, на целеустремленности, конечно, первым делом работать на свой результат, а не для кого-то быть уверенным в том, что тебе это нравится, что ты делаешь это не для кого-то, что ты вышел на лед и ты думаешь, боже, как прекрасно кататься, как же я хочу скорее выучить тот или иной элемент, мне это безумно нравится, и поэтому я желаю им просто любить свое дело и работать на свой результат. А родителям какие-то будут советы, пожелания? Ну, родителям я, конечно, пожелаю много терпения, и чтобы они были всегда готовы поддержать своего ребенка в любой ситуации, потому что многие еще, особенно маленькие дети, не умеют, не могут справиться с своими эмоциями, большинство просто очень расстраивается и готовы бросить в любой момент все, а потом через пару дней передумать, чтобы они помогали своим детям определиться со всем, чтобы морально, физически, просто следили за их здоровьем и быть рядом. Всегда были рядом. Валерия, огромное вам спасибо. Я хотела от себя сказать, что вам очень идет улыбка, что мы ждем ваших следующих выступлений. Надеюсь, что эти выступления будут приносить улыбку не только нам, но и вам, глядя на оценки. Успехов вам в дальнейшем. Спасибо большое. Выполнение всех возможных планов, элементов, всего самого хорошего, хорошего, прекрасного вечера. Все вам желают успехов, здоровья, процветания и, конечно, мы ждем ваших новых выступлений. Будем рады новой встрече. Большое спасибо за эфир. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.